Добрый вечер, спасибо, что пришли, простите за небольшую задержку, в городе страшные пробки, но тем не менее все мы собрались здесь и я рад вас приветствовать в рамках программы Talks, которая второй год подряд проходит в Центре Документального Кино в рамках Pit Film Festival, программным директором которого я являюсь, и сегодня у нас в гостях Наталья Чумакова и Юрий Собрыкин. Собственно, Наталья Чумакова это человек, который снимает фильм, который многие из вас уже знают больше, чем я и слышали больше, чем я, но тем не менее это фильм про раннюю гражданскую оборону и фильм, который в принципе развивается и развивался параллельно нашему фестивалю. Ну и собственно, когда наш фестиваль появился, то для нас вообще сам факт того, что такой фильм существует и снимается, было каким-то довольно важным путеводным вектором, просто потому что мы понимали, что мы хотим как фестиваль нового документального кино, музыки, не только показывать фильмы, которые производятся в Америке, в Англии, в Бразилии, где-то еще, ну и нам также очень важно, чтобы такие фильмы появлялись здесь, и поэтому Наташин фильм для нас, собственно, на этапе какой-то идеи, на этапе самом начальном был крайне важен, и собственно сейчас, когда он уже близок к тому, чтобы быть завершенным, тем более важен как никогда, и это фильм, который лично я, как программный директор фестиваля, который смотрит каждый год примерно 100 документальных фильмов о музыке, возлагаю очень большими надежды, и связано это прежде всего потому, что... Простите, связано это прежде всего потому, что Наташа, в принципе, представляет собой такой нетипичный совсем для русского документального кино, да и не только для русского, но во всем мире больше примеров подобных, когда человек, который, собственно, никогда не занимался кино, решает заниматься им во силу, так сказать, личных причин, личных связей, в силу того, что хочет рассказать историю, которая понимает, что никто лучше его не расскажет, собственно, в российском документальном кино такого, в принципе, к сожалению, нету, и, к сожалению, также нету примеров того, когда люди бы могли потратить на это не один год своей жизни, занимаясь этим и, ну, учаясь это делать практически с нуля. Простите. Собственно, поэтому сегодня, сегодня мы хотим... Простите, я действительно сильно волнуюсь, потому что вот по изложенную причину мы испытываем, как сказать, невероятный трепет в данную минуту, поэтому простите эти запинки, собственно, хочется бы в этом... Пойдите поприветствуем Наталью. Собственно, что меня всегда восхищало в первую очередь, это то, что, в принципе, когда Наташа, поправь меня, если это не так, но начала снимать этот фильм, то, как бы, в принципе, не обладала какими-то даже базовыми представлениями о том, ну, о ремесле режиссера, скажем так, то есть всему этому, я так понимаю, что вот Боря Хлебников научил тебя буквально-таки с нуля. Ну, во-первых, Кирилл, большое спасибо тебе за теплые слова. Я на самом деле тоже хочу сказать Кириллу спасибо за то, что он все это время так с огромным интересом и любовью к этому относится и ждет, и терпеливо, потому что, действительно, это все продолжается много лет, все это непросто. Ну, я бы не сказала, что меня Боря Хлебников учил режиссерскому мастерству. Нет, ну, как бы это лучше выразиться. Ну, каждый человек как-то имеет свой собственный базис, просто потому, что он много смотрит, например. Но, естественно, есть какие-то вещи, которые для меня были неожиданными, и это все как-то в процессе начало пониматься. Но у меня вот так вот напрямую учителей нет. Нет, я делаю, как бы, по интуиции кино, и мне кажется, что, в принципе, если, действительно, очень сильно чувствуешь то, что делаешь, то дальше, ну, уже просто нужны именно какие-то чисто технические вещи, ну, поддержка техническая, которая вот обеспечивает. Ну, то есть, например, я когда начинала снимать, до этого я держала камеру в руках только любительскую, поскольку стало понятно, что ни один оператор со мной не будет ездить по городам и по, там, включая страны, то надо осваивать это ремесло, надо как-то учиться снимать самой, поэтому там наполовину оно еще и снято руками. Вот. Ну, а что еще сказать? Я уже забыла первый вопрос. Вообще, первый вопрос, то есть, когда ты поняла, что ты будешь снимать этот фильм, то есть, это было уже после, после того, как появился проект фильма и после того, как появилась его идея, то есть, это послужило катализатором? Да, все так. Благодаря Алексею Медведеву, который сейчас здесь присутствует, именно случился проект фильма, с которого действительно все началось. Просто эта идея сама, ну и вот она столько продолжалась. Но продолжалась она так долго просто, потому что это действительно довольно сложно. То есть, мы делали это сначала просто вдвоем с моей подругой Анной, которая тоже имеет свою работу отдельную и не могла все время присутствовать. Ну, то есть, и были самые разные проблемы, конечно. Ну, я надеюсь, что сейчас это действительно приближается к концу. Я не знаю, может быть, Кирилл знает или все присутствующие в зале знают, но я все-таки хотел бы прояснить этот момент. Как это большое кино соотносится с проектом фильма? Это его продолжение, развитие, или это нечто совсем-совсем независимое? Совсем никак не соотносится. Это, ну, тогда это было, ну, мы это называли видеоколлаж, скорее, именно проект. И даже просто, ну, как бы презентация, скажем так, вот того материала, который у меня вообще есть. Потому что, включая всякую хронику, которую знают, ну, и так люди, у меня, конечно, есть свои, там, эксклюзивные, что как это теперь говорится, съемки, но сразу хочу сказать, вот, их большинство в проекте фильма, а этот фильм, вот, который вот мы сейчас, видимо, назовем «Здорово и вечно», он охватывает период, когда меня вообще не было там даже близко. Это с самого начала до примерно 91-93 года, то есть это, ну, так сказать, советский период, вот этот вот, последние вот, это два психоделических альбома, «Прикскока, сто лет одиночества», и на этот момент нет никаких таких уж эксклюзивных съемок, которые бы никто не знал. Поэтому здесь, скорее, идет другая история. Я брала много интервью людей, которые, может быть, даже никому другому бы их не дали. Вот, плюс я использовала такую интересную вещь, как «Егоровские письма» тех лет. Ну вот, поэтому с проектом фильма это никак не пересекается, совсем. А как вообще, то есть, как был выбран этот период, то есть, когда, как, почему, почему случилось так, что это именно ранняя оборона, особенно учитывая, что, ну вот, как ты говоришь, что тебя там не было рядом, а что, то есть, почему именно он? И что с точки зрения, и что с точки зрения, ну, просто кинопроизводства, наверное, самая сложная задача, ну, как-то сделать фильм о периоде, от которого, от которого съемок очень немного осталось. Да, это очень просто. мне не хотелось как раз делать кино, где я уже участник группы. Мне хотелось сделать его все-таки максимально отстраненным, потому что это довольно вообще тяжело, когда ты был внутри и начинаешь снимать об этом, фильмы. Поэтому мне кажется, ну, это стоит пока отложить. Вот, это во-первых. Но, во-вторых, просто, вот, когда стал копиться материал, ну, как-то было бы странно начинать его с позднего, с позднего. Пусть это будет кино сначала о ранних годах, потом, я думаю, что у меня, если хватит сил, я возьмусь за кино о поздних. Потому что там тоже, конечно, масса материала. Даже, ну, то есть, это уже будет тоже другой совершенно фильм. Тоже надо будет очень долго, видимо, возиться. Скажи, у тебя, когда ты начинал это делать, у тебя было какое-то приблизительное представление? У тебя был этот фильм в голове? Вот, понимал, с чего он должен начинаться, с чем заканчиваться? Какая у него драматургия? Или он как-то постепенно проступал, как симпатические чернила? Как это все в процессе выглядело? Он до сих пор еще немножко проступает. У меня никогда не было сценария. Все как-то идет скорее интуитивным. И он, конечно, не о том, что вот они собрались там здесь и поехали туда. Нет, 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 ни в коем случае этого не будет. то есть это совсем другая история. Мне нужно было именно показать, что это была за совершенно сумасшедшая в этот период времени такая вот история, которая удивительная совершенно. Как она состоялась, почему, как она развивалась, что происходило, но именно не в хронологическом порядке и там «А теперь мы поехали». Вот к сожалению тут момент такой, что еще вот это как раз все легко восстановить, потому что есть концерты, есть там какие-то все равно афиши, условно говоря, не знаю. А вот человеческая память это совсем другая история. То есть истории, которые мне рассказывали люди, были иногда совершенно радикально противоположными. То есть на одни и те же события многие из них, так сказать, делают вид, что ничего не помнят, и там из них что-то вытянуть ужасно сложно. Хотя как это можно не помнить? Хотя с другой стороны все, конечно, я понимаю, что тогда сливалось в какую-то сияющую безумную историю, какой-то водоворот. Ну, в общем, это очень интересно на самом деле то, как люди рассказывают о этих вещах, потому что у всех абсолютно разные восприятия, у каждого человека в голове абсолютно разная реальность, и все это как-то на стыке дает какие-то очень интересные, на мой взгляд, результаты. А как ты обходишься с этими противоречивыми историями? У тебя есть какая-то своя версия, которую нужно что-ли закрепить, или ты даешь им расходиться, как фильм Миросюмом? Да, нет, дело в том, что Егор всегда ужасно приветствовал и радовался всяким мифологемам о своей жизни, всем этим россказням, и это на самом деле прекрасно, если бы можно было, я бы вообще включала туда этих массу историй, потому что они совершенно великолепные, просто животное дарвешь, но в целом просто все равно как бы человек не пытался правдиво вспомнить, это абсолютно невозможно, у всех полностью искаженное впечатление, вот ну смотрите, я например знаю тоже об этом периоде от Егора лично, но естественно я пересказывать этого не буду, потому что это как-то уже совсем странно, то есть я полностью там из этого фильма отстранилась и только даю говорить людям, и вот конечно это так странно, какие вообще у них перестановки в головах, не знаю вот это произошло вот ну как ведь человек когда вот если бы я снимала фильм о каком-то человеке совершенно простом никому неизвестном и опрашивала бы его там соседей родственников и то было бы была бы я думаю противоречивая история но все равно они бы вспоминали это там например какой-то первый раз там пытались а здесь а здесь люди часто рассказывают истории которые они уже рассказали там 200 тысяч раз за свою жизнь потому что их спрашивают там фанаты условно там какие-то знакомые ну как как там было вот с обороны а какой летов и у них начинается вот этот вот стандартный то есть у меня есть просто записи скажем 91-го года интервью некоторых людей которые почти слово в слово повторяют вот то что я снимала сейчас только с маленькими нюансами какими-то там вот сейчас они уже просто большинство говорит вот по накатанной и вот из этого надо было их выбить конечно и вытащить то что как раз вот что-нибудь живое что от этого осталось потому что ну все эти истории мы уже видите миллион раз это по-моему совсем не интересна как твои герои сейчас смотрят на это собственное прошлое вообще ну прошло довольно много времени и наверняка там все ну как бы по-разному это оценивают или переоценивают были ли люди которые вообще отказываются об этом говорить какая что ли какая эмоция преобладает какое чувство преобладает в этих воспоминаниях это очень интересный и сложный вопрос действительно есть люди которые отказались говорить категорически их основной постулат мы были очень плохими людьми но это говорят люди как ни странно ой нет наверное это не очень хорошо которые остались нет 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 которые стали как-то гиперлигиозными если вы правильно понимаете о чем я говорю то есть потому что понятно что в ранней обороне там все очень много намешано странного и в общем многие пытают другие нам говорят мы развалили советский союз и мы очень сильно печалимся на этот счет вот мы этому поспособствовали есть такие тоже ну то есть действительно люди ушли очень далеко разошлись в разные стороны но тем не менее есть люди которые очень хорошо адекватно все это воспринимают помнят и хорошо об этом говорят это большая удача на самом деле что они действительно не все умерли но умер действительно много людей к сожалению есть есть ли какая-то не знаю картинка строчка эпизод из которого из которого вырос этот фильм который вот задал вот ноту на которой он движется что ли какой он должен быть по духу по настроению еще странно задавать такой вопрос о фильме где явно присутствует музыка всем нам известна но да тем не менее нет наверное одной такой строчки нет может быть даже для каждого действительно отдельного куска есть какая-нибудь отдельная такая строчка а то а то что мы выбрали вот пока что здорово и вечно ну это довольно прямолинейное название но это действительно очень здорово и очень вечно вот поэтому пока что так а так у меня было много например каких-то например хроникопикирующего бордировщика или там семь шагов за горизонт это все как бы все об этом же но тут можно почти любую строчку брать из каких-то вот таких прекрасных песен и стихов там прямо их кладись ну вот пока так а вот именно как какого-то вот одной строчки там которая бы все нет это все действительно на каждый период же действительно отдельный ведь скажем это вот последние ну после 90-го года вот эти вот три года которые я еще буду захватывать они совершенно не похожи на ранее а скажем посевские годы которые до обороны это совсем тоже другая история вообще то есть там вплоть до того что я захватываю немножечко вот эту московской жизнь потому что вряд ли ну нет многие конечно знают но для многих может будет удивительно что Егор сначала начинал не с того что панком скорее был концептуалистом общался с мухоморами ходил на акции в монастырском вот и даже с Курехиным сыграл один раз так что вот это все как-то разные вещи и я бы не стала весь фильм как-то пока не знаю в общем нет такой строчки а период с 90 по 93 он почему был сложнее потому что меньше было концертов меньше ездили это была какая-то более одинокая затворническая жизнь или почему концертов вообще не было в 90 году Егор группу распустил что стало для всех шоком в тот момент потому что люди считали что вот сейчас он будет собирать стадионы потому что популярность была бешеная совершенно вот рвались тоже люди в директора то есть все когда делали фильм ну то есть монтировали почему-то постоянно люди проводят параллель с группой кино и можно сделать отдельный фильм то есть и Летов и Цой ну потому что просто все вот вот Цой так а вот Летов нет это очень ну как бы такая очевидная на самом деле вещь вот так вот в 90-м он группу распустил полностью и действительно ушел в затворники и не было ни одного концерта до известных событий уже в конце 93-го после штурма Белого дома а там уже совсем другая история и если ее еще брать в этот фильм ну он тогда понимаете уже затянется до бесконечности мне кажется что вот с этого момента нужно делать совершенно другое кино ну то есть вот закончить Твоя версия событий то что ты знала из воспоминаний Егора она была как-то в процессе работы исправленной и дополненной скажем так на какие-то вещи там смотришь ли ты сейчас по-другому на какие-то вещи ну вообще да Егор он вообще когда рассказывал всякие истории ну вот когда скажем уже при которых я присутствовала он всегда их приукрашивал и добавлял каких-то деталей а я первое время все время встревала и говорила да нет же все было не так что ты лезешь так же лучше так же красивее но тем не менее он очень часто мне рассказывал какие-то другие вещи ну то есть из прошлого которые действительно может быть может быть он только мне и рассказывал по-настоящему ну может быть потому что кто же знает ведь я же тоже не могу за него говорить вот меня сейчас например спрашивают вот если бы вот он сейчас был вот что бы он сказал о том или об этом а как я могу это сказать если у него это все менялось удивительным и парадоксальным образом и я не считаю что кто бы то ни был включая меня может говорить вот что он бы сейчас там был такой или эдакий так что с его воспоминаниями то есть мне довольно сложно я не знаю как с ними особенно поступать я просто ориентируюсь на какие-то вещи которые я точно знаю и которые вот там люди например передают но все равно дико интересно как они именно это говорят потому что все-таки это же не кино с точки зрения как Егор Летов это там видел а вот как раз как это виделось со стороны почему это так повлияло какая разница что он там думал это его дело важно что люди там у многих в голове все поменялось в тот момент это мне многие говорили с точки зрения визуальной вообще картинки чем ты восполняла недостаток архивов то есть помимо людей которые там присутствуют помимо интервью что вообще является каким-то строительным материалом если можно так сказать это в основном такие ну большое количество фотографий вот их слава богу довольно много вот вплоть до того что в ранние годы Егор сам себя снимал он как-то всегда вот к этому тяготел чтобы вот все это фиксировать это у него прямо была любимая фишка чтобы все вот было там это обязательно надо было сделать фотосессии ходить в лес то есть вот ну то что многие знают на альбомах там вот снимал прекрасный фотограф Кудрявцев его вот тоже большая удача что он тогда был в Омске в большой степени кстати он тоже остался в Омске потому что ему очень нравилось вот с Егором работать вот а кроме того у меня много так сказать съемок что называется мне не нравится это слово атмосферных ну в общем просто документальных съемок из того времени вот которые может быть там полкадра какие-то промелькнут лица какие-то проедут там машины или что-то поезда ну вот они передают действительно вот это вот какое-то чувство из того времени вот это сложно объяснить словами но ты видишь и ты понимаешь вот оно вот ты его поймал это нужно это берем единственное что очень сложно конечно с этими хрониками потому что как-то в общем довольно тяжело их вытаскивать из всяких архивов то есть например новосибирские и омские архивы полностью забюрократизированы закрыты то есть совершенно невозможно то есть они напишите нам заявку что вам нужно но я же не знаю что именно мне нужно мне нужно просмотреть эту всю пленку чтобы понять что там может быть один кадр нужен а все остальное нет то есть и и конечно они все нет ну как а смысл там дикие деньги вот мы вот собрали сейчас ну как бы у нас мы собрали совершенно впритык чтобы вот сделать уже мастеринг кино там то есть все это постпродакшн это все оказалось довольно дорого и тратить деньги на то чтобы просто ходить бессмысленно в какие-то архивы и сидеть там часами и времени нет столько и денег нет ну к сожалению вот а что-то мы вот пытаемся взять просто у людей я вот просто писала в фейсбуке там на нашем сайте и иногда люди что-то присылают находят ну конечно тоже с архивами у людей сложно потому что у многих они все пропали с тех времен а если у кого остались то в основном у них младенцы там на кроватках это вряд ли пригодится а какие самые ранние какие самые ранние концертные съемки остались например вот такая видеография гражданской обороны с чего начинается именно видео это сырок это 88 год декабрь да я же говорю то есть все это давно выложено в ужасном качестве при этом то есть с этим еще приходится очень сильно работать потому что ну чтобы это как-то привести в какой-то вид ну и вообще там всего собственно три собственно съемки и ну еще есть там немножечко документальный ну и вот остальное мы вот восполняем архивами ну плюс конечно вот просто съемки гроб студии какой она была тогда это все вот в какой-то степени я могу отчасти восполнить чуть более поздними съемками Анны Волковой когда она вот уже туда приехала это был ну наверное 1994 но это было почти вот в это время но по крайней мере это все равно там видно что как это все было все это стоят старые магнитофоны лежат матрасы все эти шнуры на припоях в общем все нет нет я я собственно да вопрос можно да конечно в чем по вашему феномен этого фильма и дань памяти здесь есть что-то особое почему нужно смотреть это нет это не дань памяти мне кажется что это может быть интересно любому человеку который в принципе интересуется вот такими как это сказать даже не ну панк культуры в широком смысле то есть какими-то вещами которые вот взрывают так сказать сознание это скорее не о том что это не дань памяти точно это другое это как раз именно рассказ о явлении а в фильме будет про Янку дядю ну конечно будет ну а как она же там она была участником отчасти здравствуйте Наталья спасибо вам за встречи за мероприятия да спасибо что пришли это все очень нужно и интересно у меня два вопроса к вам во первых мне хочется узнать как вы находили вот музейку которые брали в фильме если это понимание распространено по всей стране какие способы были очень знакомы ну со многими из них я и так была знакома вот за те годы когда я играла в обороне все равно контакт с ним ну со многими поддерживался ну со всякими старыми друзьями а они уже выводили на других людей вот каким-то таким образом либо я читала например какие-то там не знаю те же письма и пыталась там например у людей узнать вот этот человек который упоминается кто этот ну вот примерно так то есть на самом деле получилось что я разговаривала с огромным количеством людей и конечно к моему большому сожалению я их всех туда включить не могу просто они у меня вот даже сейчас сильно урезан интервью ну вот именно интервью только интервью без музыки получилось на час двадцать понятно что это невозможно так ну то есть кино само должно быть не больше часа двадцати вот то есть их придется еще резать резать и резать и может быть еще какие-то люди выпадут совсем это очень жаль но может быть я потом просто сделаю какие-то бонусы с этими разговорами какими-то которые дополнительно ну описывают потому что конечно они там очень хорошо вот как-то передают дух и все такое но это физически невозможно втиснуть всех и второй вопрос если были какие-нибудь уголки времени события которые сознательно не стали включать кино если что вы это можете сказать сейчас есть такие события которые сознательно не стала включать кино и говорить об этом я не могу к сожалению вот но я думаю что когда вы кино увидите вы и сами все поймете вот потому что для этого есть объективные причины и все с кем я советовалась на этот счет все согласились что придется так поступить вы обращались с профессионалом кто делает какие-то какие-то темы конечно и как в смысле мне очень многие люди помогают действительно но сколько могут вы же понимаете что все люди могут помогать в меру своих возможностей потому что у всех своя работа то есть сколько то они могут помочь потом все равно то есть у них какие-то случаются свои проекты но все равно мне помогает очень много людей и будут я надеюсь помогать потому что многим просто хочется поучаствовать в такой вот теме вы этого не рассказываете ну конечно нет именно поэтому Наташа здесь и сейчас является нашим гостем потому что мне кажется что она является таким довольно ярким примером как человек без какого-либо классического образования просто на голом энтузиазме в том числе буквально с точки зрения там отсутствия какого-то институциональной поддержки этого фильма и так далее вот снимает этот фильм и собственно есть все основания полагать что этот фильм который ну станет событием не только там для поклонников группы но и вообще большим событием именно для документального кино в том числе в плане какого-то исполнительского мастерства ну кухня вы знаете если просто говорить ну вот для начала то есть когда я только начинала я обратилась к очень известному монтажеру Ивану Лебедеву вот он такой мой хороший приятель вот и он уже меня вывел на многих профессионалов которые так или иначе мне помогли и помогают ну я не буду рассказывать сейчас о всех мне кажется я их потом просто упомяну в титрах вот потому что ну это долго довольно я не знаю сильно ли это интересно а вы сравнивали свой фильм с другими фильмами как минимум тоже рок-звезды там ну знаете ну конечно я смотрю фильмы о рок-звездах это все всегда интересно помимо прочего на самом деле действительно что интересно вот когда ты взялась снимать фильмы ну вообще по ходу этих съемок были ли у тебя какие-то референсы как в плане того что тебе ну как бы хотелось бы сделать и на что ну не буквально но в любом случае что тебе нравилось из того что ты видела и в то же время наоборот чего бы тебе категорически не хотелось сделать ну то что мне не хотелось сделать это сделать кино с говорящими головами которые будут делиться воспоминаниями таких фильмов очень много вот ну которые не понравились их много во-первых а во-вторых как-то нехорошо наверное говорить плохо о каких-то людях они тоже старались вот а вообще бывают совершенно прекрасные фильмы вот например вот этот вот фильм я всегда у меня нету памяти названия вот которые вы показывали два года назад вот про Кобейна как он хорошо сделан речь идет про фильм Курт Кобейн About Sun который сделан в принципе построен на таком довольно интересном приеме и который в принципе до этого и после этого в документальных фильмах о музыке не встречался там с одной стороны использовано архивное интервью с Кобейном полуторачасовое которое никогда использовано до этого не было с другой стороны собственно современные такие ну как бы атмосферные съемки тех мест о которых идет речь в этом интервью то есть с одной стороны это вот съемки современной современной Америки на которые наложено его интервью вот выкопанное журналистом который написал написал две книги про про Нирвану да вот например такое вот скажите о двух книгах а почему вы не хотите я так понимаю что естественно была мысль по поводу разделить фильм на две части и какова причина того что вы это не хотели не поняла почему вы не хотите сделать разделить на две части почему вы хотите именно я же сказала что я наоборот разделила его уже то есть он у меня я же сказала до 93 года а все что как бы идет после то есть об этом мы пока вообще не будем говорить потому что этот фильм еще не закончен как-то довольно странно я думаю что мы просто можем сделать вот эту часть две части еще две части еще две части можно сделать вообще очень много серий это правда потому что когда я снимала когда мы смотрели все эти съемки второй сезон это правда вряд ли его покажут на первом канале о правда да теперь уже не покажут точно потому что все таки люди у меня там матерятся к вопросу об атмосферных съемках у тебя есть вот какой-то образ этого времени как бы вынутый из кино вот конец 80-х начало 90-х увиденное через советское кино вот что это для тебя где это точнее ну если мы говорим про советское про советское про российское действительность то наверное наверное все таки да где это вот по ощущению для тебя точнее всего зафиксировано ух ты какой сложный вопрос сейчас я соображу мне кажется что такого кино даже особенно нет сейчас я подумаю ну не маленькая же вера правда мне кажется что это может смотреть вообще любой человек я не знаю это не ко мне вообще поскольку Наташа очевидным образом не является продюсером никакого телеканала вряд ли она может сейчас убедительно ответить на этот вопрос я надеюсь что ну как бы есть в Москве слава богу кинотеатры где этот фильм легко себе можно представить даже в каком-то регулярном и продолжительном прокате вот не знаю ну вот мой опыт похода на проект фильма на который набивались просто дикие толпы показывает что в общем какой-то зритель этого есть при том что проект фильма это было действительно сделано не просто на коленке а за ночь как это буквально более того мне кажется что собственно у этого фильма зрителя больше чем у иных художественных фильмов и не только российских в этом смысле это совершенно бесспорно вы пока не думали по поводу дистрибуции потому что зритель безусловно есть но вот как у него будет возможность помимо как в интернете скачать то есть пока вам главное закончить а уже будет собственно я тут возьму на себя смелость ответить на этот вопрос поскольку мы уже как компания битфилмс в общем клятвенно пообещали Наташе сделать так чтобы этот фильм как раз таки осенью этого года увидели люди в кинотеатрах по всей стране и в общем так этот фильм того заслуживает и так как полагается и понятно что речь идет про ну про как минимум там 20 городов и если не про регулярный показ про прокат то по как сказать про серию специальных показов которые таким образом образуют мини прокат и понятно что сейчас довольно стремительно меняются вещи связанные например с необходимостью для этого прокатного удостоверения потому что понятно что вот как в случае например с проектом фильма это это фильм который был показан как как фестивальный как фестивальный фильм который показывается в кинотеатре в присутствии режиссера и это отдельно оговоренные специальные оказии сейчас речь идет о том что нужно будет получать прокатные удостоверения но это уже как бы технические детали и как я уже сказал до этого в общем нет никаких сомнений в том что это как раз такие фильмы которые люди должны и будут смотреть сомнений и в общем приложены для этого все усилия сомнений как-то не хочется делить шкуру медведя которого еще он еще не родился к тому же вот и поэтому чего об этом говорить у нас пока совершенно о другом болит голова потому что правда и так много сложностей вот пока просто по ходу монтажа и много чего так что все со временем будет а вот например вот был у нас монтажер и вдруг внезапно нет монтажера не отвечает на звонки нету его нигде в социальных сетях потом оказывается что его при том что у него уже был возраст почти не призывной поймали такие и убили в армию забрели все теперь его нет так что ну в общем теперь это очень характерно для истории групп так что ну и всякие другие бывают казусы ну там техника подводит мало ли что еще что-то то есть выясняется что этот монтажер что-то не успел доделать и получилось несколько криво то есть кто-то за него должен это делать теперь ну вот всякие технические моменты а так в принципе в общем все в целом почти понятно не это как что-то не почему-то кажется что уже лет шесть а нет шесть не может быть пять пять Ну, то есть первые съемки, мне кажется, были вот как раз весной 2000, ну, в общем, 5 минут назад, я уже, 9-го, наверное, да, не 8-го точно. Да нет, наверное, получилось так, что примерно около полугода, чуть больше, потому что вот проект фильма мы сделали осенью, а, наверное, у меня первые съемки были уже в мае, ну, то есть следующего года. Как-то так вот, я вам точно не скажу, знаете, у меня уже, это такая длинная история, что она уже в меня превратилась, я даже не знаю, мне кажется, что уже лет 20 прошло. Скажите, а какой будет общий хронометраж фильма, какой будет? Ну, вот я уже говорила, мне кажется, что не более часа 20, потому что документальное кино, которое идет дольше, по-моему, становится занудным в любом случае, о ком бы оно ни было. Да ничего с ним не будет, все, наверное. Ну, он хороший, конечно, но я думаю, что... Ну, не знаю, я, правда, сейчас не думаю об этом. Ну, может быть, что... Ну, вообще, вот, я же говорю, вот, в основном там поздние съемки, как вы помните, и просто, мне кажется, они войдут в следующий, вот, какой-то фильм, который я, опять же, не хочу очень закатывать, я очень этого не люблю, но надеюсь, что я буду его делать. Как-то вообще на историю с фильмом повлияло. Вот прошлогодний случай на Манчестерском фестивале, когда группа Майсиф Атак, собственно, исполнила песню «Все идет по плану», и не связывался ли с тобой режиссер, собственно, вот этого действа Адам Кертис, который известен как раз-таки вот своими такими фильмами, эссе, которые, вот, я почему спросил, потому что вспомнил об этом в связи с проектом фильма, потому что, в принципе, проект фильма довольно сильно похож на то, что он делает, это в то время как Адам Кертис, это один из каких-то главных документалистов, интеллектуалов на, там, современном BBC. Ну да, он, конечно, связался, и он очень интересуется, и, кажется, даже очень хочет посмотреть, как-то, ну, опять же, что-то. Ну, пока вот просто лично с ним встречалась только вот Анна, которая второй режиссер, потому что она как раз была в тот момент в Америке, и там где-то они как раз вот играли это шоу, она, да, с ним разговаривала, но это пока вот все просто слова, потому что, ну, а что, собственно, он, как он может особенно повлиять? Он повлиял только, ну, да нет, он никак не повлиял, просто насмешил очень вот этим вот, там же у него как-то из фильма выходит так, что, а вот теперь, вот, например, Сурков, главный поклонник Летовой, вот из этого, я видела какие-то куски, и вот там, получается, так, какой-то, Аня видела целиком, и там выходит так, что вот теперь, вот, значит, вот те люди, которые вот уже пошли во власть, вот из этого поколения, вот они вот сейчас, вот. Ну, в общем, по-моему, все смешалось в голове у Адама Фертиса, непонятно вообще. Хотя я знаю, что, да, там, какие-то люди, там, которые, там, где-то в каких-то низших эшелонах власти любят, наверное, где-то, может быть, тайком под одеялом слушают, я не знаю, ну, уж, наверное, чтобы сказать, что Егор там повлиял на нынешних политиков, потому что что-то чересчур. Наталья, скажите, а нет ли каких-то видеокадров, которые Егор снимал сам, например, нет таких видео? Ну, в принципе, есть, конечно, но они поздние. А это видео что? Это его... Ну, личные домашние съемки, да, 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 природа бывает, там, ну, когда мы ездили, например, куда-то, там, на гастроли, иногда мы брали камеру, то я снимала, то он, там, мы все время менялись, если, например, мне хотелось фотоаппаратом поснимать, а было все равно интересно, он камеру брал, да, таких съемок много, ну, то есть, там даже не разберешь, кто снимает. А вы будете это где-то там... Ну, что, помечать, что, а это вот Егор Летов снимает? Вот это вот трясущиеся камеры, это он... Ну, не знаю, листок, какой-нибудь грим, ну, что угодно. Ну, не знаю, ну, а зачем это? Ну, это как-то, по-моему, совершенно неважно. Вот если действительно делать фильм о поздней обороне, там вообще какая-то будет совершенно, мне кажется, и другая история, и другой подход, потому что, ну, действительно, там... Все, по-моему, в 30 раз сложнее даже, потому что там действительно чего только не наворочено. Тебе сейчас проще будет делать этот фильм? Ты чувствуешь, что ты, ну, там, профессионал в каком-то смысле, набила руку? Ну, я, по крайней мере, теперь знаю, сколько сложностей с этим будет связано. Я просто, вот теперь я это знаю, что это не просто будут какие-то там, какие-то сложности, а какие конкретно это будут сложности, что их будет очень много. Но я бы не сказала, что я там стала каким-то профессионалом. Я же говорю, мне в основном, конечно, все-таки очень много людей помогают. И я, наверное, профессионал теперь только в том, что я, наверное, знаю теперь историю гражданской обороны и людей около нее, так сказать, лучше всех уже, потому что я выслушала какое-то немыслимое количество монологов. Ведь люди же, когда дают интервью, часто это единственное интервью, которое они дают в жизни. И они рассказывают очень много, и они не хотят останавливаться. Они рассказывают также о своих политических, взятых на жизнь, взятых на все, так что, вот. А поклонники у тебя в своих фильмах? Ну, в смысле, их снимать? Ну, как поклонники. Там у меня есть люди, которые не были членами группы, скажем. Были какие-то, ну, там, друзья. Или они, ну, как-то соотносились. Или они, например, видели какие-то первые концерты. Это вот есть у меня люди, которые рассказывают о своих впечатлениях вот каких-то. Это есть, да. А со стороны просто вот? Да, есть. Ну, как со стороны? Дело в том, что вот совсем со стороны, вот, ну... Может, мнение тоже важно? Ну, а какое у тебя? Нет, не то, что мнение, а это, как бы... Вы на интервью договоритесь? Да, нет. Да, нет, не знаю. Ну, да, да. Вот, возвращаясь к съемкам и всему такому, вручему, у тебя не было соблазна использовать какие-то вот реинсценировки взамен каких-то недостающих фрагментов. Потому что, например, вот есть прекрасный фильм про Артура Рассела, который состоит... Сегодня, по-моему, после Артура Рассела не осталось практически никаких хроник, ни 2-3 фотографии, никакого видео. И, собственно, вот половина этого фильма построена на вот как раз-таки атмосферных съемках, которые восстанавливают вот дух Нью-Йорка той поры. И все они, как бы, ненастоящие. И при этом это сделано очень, как сказать, ну, то есть не то, что это требует большого бюджета, то есть просто скорее такой прием. Я сразу вспомнилась, как я где-то... Кто-то мне кинул ссылку в интернете на какой-то профайл человека, такого довольно упитанного, ну, в общем, такой толстячок, так тщательно положено, вот так вот, прядь, здесь все выбрито. И он пишет, что сыграю Егора Летова в любых инсценировках, вот, ну, там, для телевидения. Не, ну, мне кажется, что у меня все-таки хватит и того, что у меня есть, и инсценировки тут все-таки не нужны. А, ну, я поняла, атмосферных. Ну, нет, нет, что-то это не приходило как-то в голову, ну, потому что, правда, это уж что-то перебор. Хватает все-таки каких-то вещей. Ну, я все-таки просто еще надеюсь, может быть, еще подыскать какой-то хроники. Ну, все-таки, наверное, инсценировки это уже лишнее. Да нет, я понимаю, что это можно сделать хорошо, конечно, но это уже совсем какая-то другая история. Это тогда, наверное, очень сильно перебьет, как бы, вот, концепцию фильма. Она уже все-таки сложилась, вот, вот, в конце всего этого мы увидим такой маленький-маленький трейлер, вот, то есть, чтобы стало понятно, как это все вообще будет происходить. И я думаю, что там на сценировке не нужны. А можно вопрос, потому что я, извиняюсь, я просто опознала много, а что-то связанное с Яной Дядей, выходит ли это? Да-да, уже мы говорили, да, конечно. Как же. Ты смотришь панатские видео на песни обороны на Ютьюбе? Это такой прям отдельный специальный жанр. Смотрю. Ну, по крайней мере, пытаюсь. Но есть, между прочим, один клип, очень хороший. И, кстати, я хотела, между прочим, и помянуть этого человека. Во-первых, кстати, я хотела помянуть сегодня Александра Шульгина, который вот недавно умер, буквально. Я думаю, никому не надо объяснять, кто это. Мы все ему очень благодарны, как бы и идейно, ну и практически. А еще вот был такой человек, вот вчера как раз исполнилось 10 лет с его этого прекрасного поступка, но я, естественно, забыла, как его зовут. Так, как же его зовут? Марвин? Марвир. Да, Химир, Химир, вот, который проехался на бульдозере по всему своему городку. И вот на эту, как бы, съемку есть фанатский клип «Свобода». Вот это, по-моему, прекрасный вариант. А остальные, мне, честно говоря, ну, есть такие, чуть-чуть получше, чуть-чуть похуже, есть совсем жуть вообще, непомерная. Но вот этот вот как-то запомнился. А это же клип, что ли? Мне показалось, что я готовлю. А дело в том, что, Юра, на День Победы, то есть мы, как бы, это был, да, канал «Москва-24», «Вести-24», да, прямо после салюта по присоединению, значит, Крыма, ну и вообще 9 мая, да, ну, неважно, да, пошел такой клип с лицами ветеранов, с едущей техникой. Ну, в общем, очень трогательно все, ветераны, конечно, ничем не плохи. Вот, а при этом все игралось, песня на всю оставшуюся жизнь, вот именно в нашем исполнении. То есть, как это все понимать, совершенно непонятно. Фоманское видео, кстати, скорее всего. Кто-то там, да, есть. Засел. Ой, надеюсь, мы его сейчас не подвели. Да, он сам. Нет, ну, вот, а после этого сразу начался фильм «За Крым» чего-то там. Так что вот как-то вот так вот все время вписываемся. То наоборот, украинские группы там перепевают это, там, «Слава героям слава». Какую они песню перепели, я уже забыла. Я, честно говоря, с другом, когда в конце закрытия олимпиады заиграл смысл без чужиха. Только, ну, вот, там потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что это все-таки теме. Да. Быти-то они, кстати, на первом нас тоже использовали однажды. Вот. Была наша версия. В фильме «Память листьев». Вот, да, почему-то. А, ну, в принципе, понятно, почему. Непонятно, почему нашу. Слава Горькова, очень тонкий человек. Просто, если честно. Я, ну, во-первых, я заканчивала школу. Вот. А потом, ну, то есть у меня были какие-то там жизненные всякие передряги. А потом я услышала, ну, собственно, настоящий рок. Сначала это был западный. Ну, нет, сначала это был, конечно, русский для начала. Потом я поняла, что, о, нет, там, типа, русский полное говно, надо слушать западный. Вот. А потом я увидела группу гражданской обороны. Это был 89-й. Тут я поняла, что здесь... Западный от меня. Да нет, западный, в принципе, пускай тоже будет. Но я возвращаюсь из Москвы в Новосибирск и буду жить там, обратно. Вот. И потому что вот только там всё настоящее. И так и сделала. Вот. Это, ну, в общем, оборона мне тоже много чего дала в жизни, скажем так. Ну, что, ещё вопросы или проиграть? Ну, давайте проиграть. То, что вы играли на детали, да? На баску. Я совершенно, вот, не хочу всю эту группу, поэтому... Как долго вы учились и умели ли играть до вашего вот этого большого желания? Да, да, я играла... Не, 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 спасибо вам. До обороны в разных пангрупках, в том числе вот как раз с этой моей подругой Анной, с которой мы делаем фильм. Это было в Новосибирске. То есть, научилась-то я раньше, ну, как бы сама по себе. Как-то мне показалось, что вокруг всё так плохо, все так плохо играют и скучно, что надо что-то делать самим. И вот стала играть. И поэтому, когда уже пришла в оборону, мне там особенно учиться. Не надо было. Да там, в общем-то, было не очень сложно. Но девушек исполнителей, по-моему, мало, да? Да нет, теперь очень много. Теперь это очень модно. Тогда, наверное, было мало, да. Тогда нас смотрели просто вообще, как на экзотику. Особенно как-то раз мы приехали репетировать. Нам негде было репетировать. Мы приехали в сельский клуб. А у нас была группа с двумя басистами. Вот я, значит, играла. И ещё был второй басист. Он там такие виртуозно играл, там, каким-то слэпом. И вот он привёз нас порепетировать в свою деревню, в сельский клуб, где важные парни, такие, ну, которые ещё олдовые, которые на Лед Зеппелин выросли, да, пришли, посмотрели на это всё и потом сказали нашему басисту, ну, ничего, хорошие девочки, только страшненькие. Мы так, это... А мы так о себе тогда думали иначе. Но по меркам олдовых парней мы не канали. Ну, я параллельно всё равно занимаюсь перевыпуском всяких обороновских пластинок играть. Знаете, я не знаю. Вообще есть одна идея, но я не совсем уверена. Честно говоря, вот прям страшного желания я не испытываю. Как-то не очень после всего этого интересна. Ну что же, посмотрим трейлер. Спасибо. Давайте, пожалуйста, выключим камеры, выключим свет. Что же, спасибо вам всем. Спасибо. Спасибо. Спасибо.